Так, так, так. Кто у нас сегодня не решал мои примеры? Ага, уже нашел. Моя бабушка просто прелесть. Она каждое утро дает мне что-нибудь сладенькое. Конфетку или пирожное. Повезло тебе. А у меня ужасная бабушка. Она меня по утрам кормит только овсялой кашей. Бабушек, значит, обсуждаем, да? Девочки, прошу вас пройти со мной в кабинет. Мистер Балди, вы опять заставите нас решать примеры? Нет. Я хотел вам рассказать одну поучительную историю. Когда я был мальчиком, родители меня отправили на каникулы к бабушке. Я не любил ее и все время прятался от нее, потому что она была злой. Я иду. Я найду тебя. Ну где же запропастился этот негодный мальчишка? Видно, сегодня не получится у нас поиграть в бейсбол. Почему эта моя секретная книга валяется на полу? Секретная книга? Непорядок. Поставлю ее рядом с остальными книгами, и никто не догадается, что это та самая книга, которая открывает вход в тайную комнату в другой тайной комнате на втором этаже. Тайная комната? Любопытно. Балди, внучок, где ты? Я найду тебя. Вот эта книга. Нужно найти эту тайную комнату. Там я смогу спрятаться от этой злобной старухи. Где-то тут должен быть вход в тайную комнату, в которой скрыт вход в другую тайную комнату. Нужно только хорошо поискать. Хм. Странно, но тут нет никакой двери. Так, нужно собраться с мыслями. Нужно поставить себя на место старушки. Так, представим. Я старушка. Старая злая старушка. И я хочу спрятать тайную комнату. Так, чтобы ее никто не нашел, как мне это сделать. Думай, Балди, думай. Ну же. Я бы, наверное, сделал какой-то тайный рычаг. Точно, Эврика! Рычаг! Вот же он! Балди! Ты наверху негодный, мальчишка? Ну, погоди. У меня сейчас я тебя найду. И мы с тобой поиграем в бейсбол. Скорее, 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 скорее. Вот. Успел. Чуть не попался. Странно. Тут никого нет. Наверное, мне послышалось. Я уже ненароком подумала, что мальчик нашел тайную комнату. Не дай бог такому случиться. Он не заслужил такого наказания. Возможно, у моей бабушки была сестра-близнец. Странно, что я о ней никогда не слышал. Осталось решить еще одну загадку. Как открыть следующую дверь? Но что-то мне ничего на ум не приходит. А что, если в книге написано, как это сделать? Да, точно. Какой же я умный. Положу ее на эту подставку и почитаю. А, нет. Оказывается, нужно было просто положить книгу на подставку. Вход в тайную комнату. Здравствуй, Балди. Бабуля? А как ты тут оказалась? Балди, я не та, за кого ты меня принимаешь. Я сестра твоей бабушки. Ах да, я же видел вас на фотографиях. Но откуда тогда вы знаете, как меня зовут? Ведь я вас никогда не видел раньше. Когда ты был совсем маленький, твоя родная бабушка заперла меня в этой комнате. Ей не нравилось, как я ухаживаю за тобой. Она почему-то считала, что я приношу только вред. С тех пор я живу тут одна-одинешенька. Но иногда мы общаемся с ней. И она мне показывает твои фотографии. Она злая. Я не люблю ее. Она меня заставляет по утрам кушать овсянку. Ой, божечки ты мой. Ты же совсем голодный. Присядь, мой хороший. Сейчас бабушка тебя накормит. Вот тебе супчик, мой сладенький голубчик. Вот пирожок, мой дружок. Вот тебе жареные котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Вот тебе компотик. Прямо в ротик. Кушай, мой хороший. Кушай. Спасибо, бабуль. А есть у тебя что-нибудь вкусненькое? Ага. Вкусненькое. Я что-нибудь придумаю, внучок. Ты пока приляг на диван. Устал, небось. Вот, внучок. Я все сделала, как ты просил. Кушай на здоровье. Тут тебе и газировки, и конфеты, и печенье, и пирожное, и мороженое, и жвачки. Все, как ты любишь. Здорово. Ты самая лучшая бабушка в мире. Злая бабушка не разрешает мне есть много сладкого. Говорит, что это вредно для зубов. И моего здоровья. Я такая добрая, что даже не буду заставлять тебя чистить зубы. А она заставляет. Можно я у тебя останусь до утра? Совсем мне не хочется возвращаться к ней. Она опять заставит спортом заниматься. А потом кушать всю эту здоровую и невкусную еду. Конечно, мой золотой. Оставайся. Устраивайся поудобнее на диванчике. Я тебе достану игровую приставку. Что? У тебя есть приставка? Конечно. Когда ты был совсем маленький, я купила ее для тебя. Но твоя родная бабушка попросила убрать ее подальше. Какая же она все-таки злая. В приставку не разрешает мне играть. Да она даже телевизор не разрешает мне смотреть больше двух часов в день. Видите ли, это испортит мое зрение. Из всех развлечений только головоломки какие-то дурацкие. Рисование, самоделки да спорт. Внучок. У меня ты можешь делать все, что тебе захочется. И даже поздно лезть спать. Конечно, можешь играть хоть всю ночь. И ты не будешь меня рано утром будить и заставлять делать зарядку? Нет, мой золотой. Делай, что захочешь. Я тебе все разрешаю. Супер. Ты, наверное, самая лучшая бабушка во вселенной. Мне теперь совсем не хочется возвращаться к злой бабушке. Я постараюсь сделать так, чтобы она не узнала, что ты живешь у меня. И тогда сможешь оставаться сколько тебе захочется. Ага. У меня просто нет слов. Бабуль, а можешь оставить меня одного? Хочу спокойно поиграть, чтобы никто не мешал. Я поняла. Исчезаю. Не мешаю. Внучок, смотри, что я тебе сегодня принесла. Новую игру называется Грэнни. И очень вкусненькие пирожные на завтрак. С газировочкой, как ты любишь. Ага. Поставь на столе и оставь меня в покое. Я всю ночь не спал. Никак не мог в игре 50 уровень пройти. Как скажешь, мой золотой. Бабуль, что-то мне плохо совсем. Выпей газировочки, мой сладенький. Может, полегчает. Ой, бабуль, что-то мне еще хуже стало. Алло. Сестра, вызывай скорую помощь. Балди очень плохо себя чувствует. Он у тебя? Я тут с ума схожу, ночи не сплю. Сестра, я потом тебе все объясню. Вызывай скорую. Мальчику очень плохо. Доктор, скажите, я буду жить. Вы тяжело больны, молодой человек. Но мы вас вылечим. Не переживайте. Но почему я заболел? Я ведь так молод. От переедания, а также переизбытка сладкой и жирной пищи. Из-за отсутствия подвижного образа жизни, от нехватки свежего воздуха, от недосыпания, а также недостатка активной мозговой деятельности. И вы вылечились? Как видите, я жив, здоров и невредим. И это благодаря моей злой бабушке. Ведь это она меня поставила на ноги после больницы. Кормила здоровой пищей и занималась со мной спортом. А что стало с доброй бабушкой? Она так и осталась жить в той тайной комнате, куда я уже больше никогда не заходил. Так как однажды мне это чуть не стоило жизни. Так что, девочки, не всегда добрая бабушка является хорошей, а злая плохой. Подумайте над этим и сделайте правильные выводы. Понятно. Мистер Балди, нам можно идти? Минуточку. А как же зарядка для мозга? Решите мой пример и можете идти. Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Гейммастер Багиров, привет. Евген Антон, ты не Евген Антон, привет. Мария Маргарита, привет. Ануш, привет тебе. Макс Плей, привет. Матвей Топ, привет. Антон Прон, привет. Никита Босс, привет. Платонов, привет. Ярик Плей, привет. Ну и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, пишите в комментариях свои приветы, делитесь с друзьями в соцсетях. И на этом, думаю, сегодня все. Пока.